Добрый день, дорогие друзья. В гостях у нас, как обычно, экономист, депутат Государственной Думы, Михаил Геннадьевич Делягин. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Михаил Геннадьевич, что за бюджет приняла Госдума? Что это такое? Нет, Госдума еще бюджет не приняла, даже еще не рассматривала. Бюджет поступил в Думу 30 сентября, понедельник. Не уверен, что утром. А сейчас все комитеты, кроме бюджета, ну и бюджетные тоже, с ним работают. До 11 октября они должны дать свои замечания, предложения в комитет по бюджету. И принимать первое чтение будет 24 октября. Насколько я могу судить? Ну вот эти вот все удивительные детали. Триллион, 800 миллиардов, которые должны быть заморожены в ФНБ? Да, это первое, на что я посмотрел, первое, на что я обратил внимание. На меня это произвело очень сильно, очень глубокое впечатление. То есть денег нет, поэтому мы 2 триллиона отложим? Да, причем это в следующем году, в 25-м. Потом еще 0,2 триллиона. И потом еще 0,6 триллиона. Это вот денег нет, но выдержитесь, медведевское, классическое, наиболее яркое, так сказать, клиническое выражение. То есть это вообще неописуемо, но они очень этим гордятся. И Медведевна гордится, и все остальные гордятся. При этом сообщают о том, что штрафы принесут в бюджет в разы больше, чем раньше, с каждым годом. Около 200 миллиардов каждый год народ будет отдавать в бюджет в виде штрафов. Штрафы растут, да. Не только на людей, но и на предприятия. Но вообще говоря, закладывание штрафов в бюджет как доходная часть, это не очень хорошая практика. Потому что, с одной стороны, понятно, что есть доход, ему нужно планировать как-то. С другой стороны, это очень быстро превращается в план по укалачеванию. И это неприятно. Но там есть другие неприятные вещи. Например, вроде бы льготная ипотека закончилась. Да? Закончилась. Но при этом продолжаются выплаты поранее выданным льготным ипотекам. И поскольку госпожа Набируна процентную ставку задрала и собирается задирать дальше, нам Блумберг объяснил, что она повысит еще. Набируна же не может ослушаться, Блумберг, это невозможно. Хозяин сказал, значит, так и будет, если я правильно понимаю. Соответственно, заложены безумные расходы на ипотеку. На субсидирование этой ипотеки, выданные в прошлые годы. Причем заложены, что очень посмешно, в расходах на жилищно-коммунальное хозяйство. Не на строительство, не на экономику, не на социальную... Не на банки. Да. Очень сильно выросли экологические сборы, которые у нас... На самом деле такая форма протекционизма. Но когда вы защищаете свое производство, разрушая условия его существования, оно не возникает, оно не может возникнуть. Уже даже китайские автоконцерты получили предупреждение от своего государства, что не нужно создавать даже сборочное производство в Российской Федерации. Нужно завозить готовые изделия, потому что какое производство принабилит? О чем здесь может идти речь? Да и при Силане ее тоже. Да и при Мантуре, наверное, тоже. Вот. Поэтому это просто поборы. Это просто завышение цены. Без, так сказать, стимула к развитию производства. Потому что этот стимул дается, но он разрушается. Тут же другие методы. Вот. Это тоже дополнительные расходы, которые... Потому что там идет частичная, так сказать... Частичная компенсация всего этого дела. И это тоже, значит, соответственно, расходы на экологию. Ну, много таких замечательных вещей. Да, и главный приоритет – это все равно не замораживать денег в фонде национального благосостояния. И наравне с ним главный приоритет – это новые займы, 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 займы. То есть замораживаются в федеральном бюджете те деньги, которые берутся взаимоподействие. Под очень высокий указ. Михаил Игоревич, насчет ипотеки. Давайте немножко остановимся. Жилье-то становится все менее доступным? Чтобы получились одобрения на кредит, нужно получать сколько там? 250 тысяч? Ненужно иллюзий. В Москве якобы 223 тысячи на семью, как я понимаю. Нет, на душу, нет. На семью из двух человек. Но, простите, пожалуйста, это аналитика. Практика, я думаю, будет другая, потому что банки будут скрупулезно учитывать все риски, чтобы не улететь. И представить себе, что кто-то будет сохранять работу на протяжении следующих 20 или 30 лет. Ситуация, когда мы надеемся на то, что мы понимаем, что будет происходить до конца этого года. А что будет происходить следующим, вот с таким бюджетом вообразить себя довольно струнительно. Это уже сказки. Михаил Игоревич, нам же рассказ про демографию. Что демография сейчас все для молодых семей, выражайте, ребята. Подождите, подождите. Здесь, я думаю, применим тот же подход, что и Конституция Российской Федерации. Что такое Конституция Российской Федерации? Если вы внимательно ее прочитаете. Насколько я могу предположить, это свод обещаний, которые государство торжественно обязуется нарушить. Образование, здравоохранение, право на труд. Да, у вас, конечно, есть право на труд, но вы не можете получить квалификацию для этого права. И все остальное. Право на жизнь. Можно начать с права на жизнь. Моя любимая тема. Это мы обсуждали много раз. Соответственно, то же самое нужно относиться к официальной пропаганде. Это намерение, которое государство торжественно дает, имея в виду, что будет их не менее торжественно нарушить. Как, черт возьми, может быть поддержка молодой семьи? И вот на прошлой неделе была чудесная дискуссия. Значит, там отвергали наш очередной справедливый Российский закон о том, чтобы немножечко улучшить жизнь для семей и детьми. Немножечко, чуть-чуть. А в СССР говорит, ребята, значит, ничего это не нужно, потому что вот у нас все реализуются, у нас все хорошо. Потому что не выдерживая представителей КПРФ, говорят, ребята, подождите, у вас рождаемость падает. Значит, тех мер, которые вы предпринимаете, недостаточно. Это объективный факт. Единая Россия говорит, нет, 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 вы не поняли. Мы предпринимаем меры, значит, их достаточно. В следующем году их будет еще лучше. Вот опять, значит, таивные люди, говорят, ребят, подождите, вы опять не поняли. О каких мерах в следующем году вы будете говорить? Это национальный проект «Семья», говоря, что там где-то сформирован, но мы с вами его не видели, ничего про него еще не знаем. Что Единая Россия говорит, да, мы тоже его не видели, мы, как и вы, о нем ничего не знаем, но это будет абсолютно достаточно, поэтому нечего обсуждать. Законы, направленные на поддержку семьи, идут в мусульном коротеке. Падают. Без сопливых разберемся. Да, нет, даже не так. Начальство решит, начальству виднее у кого длинней, и нечего проявлять инициативу. Если что-то делается, то это достаточно и более чем достаточно. То, что рождаемость падает, в чем я подчеркивал, рождаемость падает неуклинованностью России, рождаемость падает на территории Российской Федерации. Включая тех, кто получил паспорта кишлачно-вертолетным способом, включая тех, кого сюда завозят для получения социальной поддержки, включая все вот это вот. Она все равно падает при этом. То есть у единой России все хорошо, все прекрасно. Ну, я вот к этому отношусь без урони. Вымаривание России происходит, вымирание России идет полным ходом, соответственно, у единой России все хорошо. И у России все замечательно. Нужно завести, уже Среднюю Азию уже вроде бы вычерпали, уже нам объясняют, что нужно завозить африканцев массовым количеством. У нас, оказывается, распространяется, так сказать, в переносном смысле аренда детей. Семьи с детьми просят стать созаемщиками по ипотеке, чтобы получить льготную процентную саду. Правильно, потому что это хоть какая-то надежда на получение жилья. Тем более, что надо дать должное, действительно приняли закон, и это правильно. Или принимают, но, в общем, примут. Или приняли, по которому, если ипотечное жилье единственное, то выселять из него нельзя. Это надо, конечно, проверить, но это, по крайней мере, в первом чтении принималось, и это тем правильно. Но при такой операции есть две сложности. Во-первых, при большом желании это можно трактовать как мошенничество. А причем мошенничество в отношении бюджетных денег, потому что льгота осуществляется из бюджета. Это довольно серьезно и неприятно. То есть, если государство проснется и начнет этим заниматься, то это будет плохо. То есть, это может плохо кончиться, да? Это может плохо кончиться, потому что созаемщик на основании чего? Вы живете в этой же квартире. Правда? А можно костюмки посмотреть. И все. И второе. Вещь свежая. Люди все разные. Если я созаемщик, то теоретически я имею какое-то право на часть квартиры. Да, формально нет. Формально это как бы форма гарантии. А в другой стране, что такое созаемщик? Это вот человек, который живет в квартире, выплату пропустил или не осуществил в полном объеме. Это прилетает мне. А я чем? Я просто человек помог. Когда-то там. 15 лет назад. Вот. Так что это, к сожалению, серьезно. Бюджет сформирован, исходя из цены на нефть, в 60 долларов за баррель. Знаете, вот здесь, конечно, я сразу тихо смеюсь, потому что это те самые 60 долларов за баррель, которые были ценой от сечения. Это те самые 60 долларов за баррель, которые продиктовал Запад и сказал, что нельзя продавать дороже и Минфин добросовестно выполняет западные санкции. Но, значит, что будет происходить после президентских выборов? Это серьезно. После президентских выборов, как мне разъяснили специалисты в этой сфере, Запад перейдет к квотированию экспорта нефти. То есть, дорогие товарищи ОПЕК+, вы поддерживаете мировые цены нефти на довольно высоком уровне, но, в принципе, вы молодцы. Нам это не очень хорошо, но ваше дело, мы тоже эту нефть экспортируем. Американцы нет экспортируем нефти, благодаря сланцевой революции, которую российские одичалы успешно прохлопали. Но, мы вводим, помимо санкций против России, мы вводим квоты против России. И мы ограничиваем объем российского экспорта нефти еще и квотами. И учитывая санкции против, так сказать, вторичной санкции, то есть санкции против тех, кто участвует в расчетах и тех, кто участвует в поставках для поставок. Это может быть для нас плохо. Мы можем получить сокращение объема нефти, сокращение количества нефти долларов при сохранении мировых цен высоких. Потому что, когда мы действуем в обход цены, мы вынуждены платить плату за риск. То есть, мы продаем дешевле, с так называемой премией для тех, кто нас покупает. А, с другой стороны, мы просто можем получить сокращение физического объема. Основные импортеры нашей нефти – это Индия и, как я понимаю, Китай. Они, в общем-то, стараются с Западом напрямую, сильно они ссоются. У них своих проблем хватает. Так что они, возможно, к этому отнесутся с пониманием, к этим санкциям, к этим квотам. Тот механизм, который работал против Ирана в свое время, нефть в обмен на продовольство. Разрешено экспортировать такое-то количество нефти. Оно у нас в обмен на деньги, никаких проблем. И за счет этого будут увеличены доли, скажем, Солу-Скара. То есть, в рамках того же самого объема производства ОПЕК+, который поддерживает приемлемые цены на нефть на мировом рынке. А Солу-Скара может получить больше. Там и другие экспортеры могут получить больше. А мы можем получить меньше. Но это будет уже не в рамках ОПЕК+, а в рамках внешнего воздействия запада. Это проблема. У нас ее, как я подозреваю, осознавать некому. Потому что это специалисты говорят из смешных отраслей. Нам, конечно, нужно развивать нефтепеработку, нефть, газы, химии, угли, химии и все остальное. Но это, к сожалению, даже не для умных, а для тех, кто считать умеет. Как раз об этом, Михаил Геннадьевич, мы еще к бюджету вернемся. Телеграм-канал «Капитан Арктика» о тяжелой переориентации «Газпрома» на внутренний рынок пишет. Ввязываться в региональную газификацию «Газпрому» не очень хочется. Это затратные мероприятия, требующие капитальных инвестиций в газотранспортную систему и при этом не сулящие быстрых прибыли. Поэтому, очевидно, правительство найдет какие-то стимулы в виде льгот и послаблений, которые позволят национальному достоянию преодолеть брезгливость. Михаил Геннадьевич, у нас же было прямое поручение Путина, типа «Газифицируем Россию». Ну и что опять происходит? А при всем уважении, прямое поручение президента – это такой документ, на который, по-моему, уже давно не обращает внимания примерно никто. Ну и кто-то, наверное, обращает. Ну и мы с вами обращаем, комментаторы обращают, журналисты. Но из тех, кому оно дано, ну так, ну, получили и получили, ладно. Потому что этих историй бесконечно много. Я уже лет пять назад сказал, ребят, не глумитесь над президентом путем цитирования его, сказания его поручения. Хороший патент. Не надо. Давайте проявляйтесь хотя бы минимально уважением. В реальности «Газпром» получил налоговых льгот, ну, они не совсем налоговые, по-моему, на 550 миллиардов рублей в этом году. Но стал убыточным, нужно же компенсировать ему убытки в силу исключительной компетентности его менеджмента. Соответственно, Россия теперь платит «Газпром». Ну, «Газпром» национально стоит, национально. Вы без газа сидите, сидите, будете платить. Ну, словно, не напрямую сесть, нет налогов в пользу «Газпрома». Ну, просто ему снизили, так сказать, налоговую налоговую. По-моему, на 550 миллиардов, ну, это надо проверить. Вот вам, пожалуйста. Но, понимаете, при определенном уровне вменяемости, если человеку дают деньги, дают деньги, то он не понимает, что за эти деньги нужно что-то делать. Он просто их получает и, так сказать, спокойно наслаждается жизнь. Помня, как вел себя менеджмент «Газпрома» последние почти 20 лет, я не уверен, что они поймут, что им надо что-то делать. Более того, вот у нас и с этими аудитами Министерства обороны все дружно говорят, вот, какое плохое Минобороны. Я скажу по-другому. Какое хорошее Министерство обороны, потому что оно хотя бы теоретически может быть поддается оздоровлению. У меня там беседы всякие бывают с товарищами офицерами, ну, понятно, что они там скорбят за честь мундира, но фраза, что, простите, мы не Минцифры, мы не Министерство Министерства экономического развития, и мы тем более не «Газпром», в общем, приходится слышать довольно часто. Я вполне разделяю позицию, что все, что мы слышим про Министерство обороны, плохое. Это, на самом деле, на фоне других летов, стало совсем-совсем неплохо. И на фоне «Газпрома» тоже, про которое, что оно на правах Министерства со звездочкой было сказано давным-давным-давно. В конце концов, потеря Украины – это результат того, что внешняя политика Российской Федерации во многом была подменена корпоративной политикой даже не «Газпрома», а «Газэкспрому». Но мы до сих пор наблюдаем, как через территорию сопредельного государства в Европу прокачивается газ. Нет, понимаете, то, что он прокачивается – это полбит. Во-первых, он прокачивается без счета, потому что не просто захвачено место в суд же, хотя, не знаю, это ли это на вооруженных сил Российской Федерации или еще нет, если признать, что суд же находится под контролем не Российской Федерации. Потому что у нас людей реально судили за формулировку о том, что российских войск нет в Херсоне в настоящее время. Но на них оформляли уголовное дело. Но, тем не менее, газораспределительная станция в суд же находится не под контролем Российской Федерации. Более того, были сообщения, что специальный счет на оборудование, которое просто считает, сколько кубических метров прошло в ту или иную сторону, оно было специально взорвано, было специально уничтожено. Поэтому «Газпром», как я понимаю, не знает, сколько он поставляет через определенную территорию. Или не знает точно. И второе. Ну, понятно, что там есть следующие газораспределители, аналогичные станции, тоже такой счетчик есть. Но, как я понимаю, есть какие-то и потребители между этими двумя распределителями станции. И, наконец, за транзит этого газа платится по-прежнему. По повышенным, как я понимаю, тарифам. А платятся тем, в конечном итоге, кто нас пытается уничтожить. Деньги делаются, бизнес хороший, поэтому продолжаем. Да-да-да. Причем, там, знаете, там такие истерики, такая паника на тот случай. Если вдруг этот транзит прекратится, это прямо не истерики, то, что вы прослушали этот ролик. Но самое главное, не то, что сказано в нем, а то, что будет сказано в моем канале на телеге и в моем канале в Дзене. Подписывайтесь на них.